К своему юбилею Владивосток получил множество подарков, которые останутся с нами и после праздника. Любимый город стал еще краше и комфортнее для нас. Владивосток наконец избавился от надоевших заторов на второй речке. До зари теперь рукой подать. Прежде улица Русская была одна из самых перегруженных. Четыре километра нового дорожного покрытия от Варяга до зари существенно облегчили жизнь автомобилистам. Сейчас они могут объезжать улицу Русскую, не теряя времени в пробках. Наша задача с лесного квартала вывести транспорт, чтобы не было тупика. Потом еще и Давыдова улица может выйти на эту дорогу. И у нас целая вся вторая речка накрывается сетью. Порадовала Владивостокцев и другая объездная дорога. Не такая длинная по протяженности, но от этого не менее необходимая. 300 метров асфальта от Красного знамени до Котельникова соединили два микрорайона. Горожане уже экономят топливо и время, выезжая из Шилкинской на Котельниково, минуя кольцо Третьей рабочей. Мы ее отремонтировали, сделали, вы видели сегодня, значит, отличное покрытие, что позволит, вон уже машины, видите, пошли, значит, вот, что позволит нам все-таки частично разгрузить вот этот, значит, узел. Власти города не собираются на этом останавливаться. Множество проектов по разгрузке дорожных путей уже в процессе осуществления. В скором времени проблема пробок останется и вовсе в прошлом. На этом преображения не заканчиваются. Не только новые дороги теперь радуют жителей Краевого центра, но и то, что их обрамляет. Две подпорные стены отреставрировали и разукрасили символично на морскую тематику. Стена на Молодежной сейчас напоминает визитную карточку города. Там и золотой мост, и морские обитатели, и тигры, и женьшень – все то, чем мы гордимся. Мимо подпорной стены на Молодежной каждый день проезжают тысячи людей, включая и гостей города. Изображения, которые сейчас радуют взгляд прохожих и автомобилистов, придумали сами владивостокцы. С 2011 года, в общем, эта стенка не ремонтировалась, ну и простояла, получается, 4 года. Вот сейчас, в дню города, мы ее обновили полностью. Поучаствовали горожане в украшении другой стены. 155 рыбок разной формы и размера теперь поселились на подпорной стене в Некрасовском сквере. Каждая рыбка символизирует определенный год жизни нашего морского города. Разукрашивали рыбок все – от самых юных горожан до почетных жителей. Глава города тоже не обошел мероприятие стороной. Рыбка Игоря Пушкарева теперь красуется на подпорной стене, ставшей оригинальным подарком жителей города к его дню рождения. Мы сегодня даже в садик не пошли по этому поводу. Прогуляли и приехали разукрашивать рыб. Давно участвую во всех мероприятиях, которые проходят на День города. Постоянно хожу на всякие конкурсы, которые проводят в центре. А сейчас еще приучаю свою маленькую дочку к этому замечательному празднику. Кроме того, не забыли и про пешеходов. Как и обещала городская администрация, ко дню города реализовали амбициозный проект и открыли для гуляний пробежи к тропу здоровья. На данном этапе ее длина составляет 4 километра. Но в будущем берег здоровья протянется от Токаревской кошки на Эгершельде до Второй речки. И по мере возможности будет увеличиваться не только в длину, но и в ширину. К юбилею Владивостока у жителей уже появилась возможность беспрепятственно гулять вдоль береговой линии от пляжа МГУ и до спортивной набережной. Это все же ради нас делается, чтобы мы как-то духовно обогащались, приближались к природе. Так что администрация придумала эту идею. Молодцы, что я могу сказать. Спасибо большое администрации нашего города. Помимо прочего, прошел ряд самых разных мероприятий для детей и взрослых, посвященных 155-летию Краевого центра. Запустили праздничный троллейбус, в котором во время поездки пассажиры слушают интересные факты из истории любимого города. И юбилейный трамвай «Кабриолет без окон», где морской бриз и солнечные лучи поднимают настроение горожанам. Маленькие владивостокцы рисовали основатели города на фестивале красок, а те, кто постарше, приняли участие в главном творческом конкурсе «Мой город у моря». Открытый, молодой, любимый город у моря вместе со своими жителями вступает в свои 155 песней. Днем из самых ярких подарков для владивостокцев стал бесплатный концерт Елены Ваенге. Это выступление было поистине долгожданным для горожан. Многие помнят, как пять лет назад тогда еще малоизвестная артистка Елена Ваенга феерично выступила на стадионе «Динамо». В 155-летний юбилей тысячи жителей города собрались, чтобы посмотреть на народную любимицу. Певица не разочаровала, пела во весь свой широкий диапазон, танцевала босиком, в общем отдавала себя зрительному залу полностью. Такая Ваенга. Без комментариев.